Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Православные христиане отметили один из самых главных религиозных праздников – Рождество Христово. Рождественская служба в главном храме окружной столицы по традиции началась ровно в полночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как признаются жители и гости Наринмара в такой светлый праздник, как никогда хочется верить в чудеса. Как в локальные, так и в глобальные 19 января верующие отметят еще один важный праздник крещения Господня. В Богоявленском храме также пройдут торжественные богослужения. Кроме того, все желающие смогут искупаться в освященной проруби. Новая школа в Индике готова к эксплуатации. К такому выводу пришли специалисты Государственной инспекции строительства и жилищного надзора Ненецкого округа. Оценив стройку на месте в преддверии наступления нового года в 2020 году, новая школа распахнет свои двери для учащихся. Как сообщили в Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого округа, по результатам контрольно-надзорных мероприятий было выдано заключение о соответствии построенной школы требованием проектной документации. В том числе это касается требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Строительство школы в Индике началось еще в 2012 году. Тогда за Полярным районом был заключен муниципальный контракт на общую сумму более 440 миллионов рублей. Средства предполагалось выделить из бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. С тех пор сменилось два субподрядчика, а деньги были освоены лишь на 60%. В 2016 году строительные работы и вовсе были остановлены. Работы на долгострою после вмешательства главы региона Александра Цибульского возобновились в июре 2018 года. Генеральный подрядчик строительного объекта – Ненецкая нефтяная компания. С 1 января 2020 года в Ненецком округе установлены льготные тарифы для населения на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льготный тариф определен в размере 520 рублей за кубический метр отходов на человека. При существующих нормативах накопления отходов ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Нарьинмара и поселка Искатели составит 115 рублей 27 копеек на каждого человека. Постоянно или временно зарегистрировано в жилом помещении. Для сельских жителей в два раза меньше 50 рублей 27 копеек. С введением льготного тарифа населения будут оплачивать только часть от ранее утвержденных тарифов региональных операторов. Для примера экономически обоснованный тариф регионального оператора комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию на услуги по обращению с ТКО установлен на первое полугодие в размере более 972 рублей на кубический метр, а с 1 июля свыше 1292 рублей. Существенный рост тарифа связан с началом обезвреживания мусора в четвертом квартале 2020 года. Финансовую нагрузку по компенсации выпадающих доходов региональных операторов при установлении льготного тарифа для населения возьмет на себя бюджет Ненецкого округа. В 2020 году на эти цели будет направлено более 200 миллионов рублей, как отметили в Управлении государственному регулированию цен, тарифов. Итоговый размер платежа с человека в Ненецком округе будет ниже, чем в соседних северных субъектах. Напомним, с 1 января 2020 года Ненецкий автономный округ переходит на новую систему обращения с ТКО, которая предполагает, что за всю технологическую цепочку обращения с ТКО от сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне будет отвечать региональные операторы. В Ненецком округе это МУП-комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и муниципальное предприятие Заполярного района «Север-Жилкомсервис». В Ненецком округе стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 9-11 классов. Он продлится до 20 февраля включительно. Состязания пройдут по 20 дисциплинам. Первым предметом, в котором школьники проверили свою компетентность, стал русский язык. Общее число участников регионального этапа в округе в этом году составит 509 человек. Это на 26% больше, чем в 2019 году. Это говорит о том, что интерес детей к науке, к проектам, да и в принципе к учебе у нас растет. Победители регионального этапа непосредственно принимают участие в заключительном этапе, который проходит на федеральном уровне. И это дает им определенные бонусы в случае побед или призовых мест. В том числе поступление в профильные ведущие вузы страны на профильные факультеты без экзаменов. Как отметила вице-губернатор регион, в свою очередь оказывает поддержку талантливым и одаренным детям, в том числе на базе ресурсного центра. Кроме того, победителям и призерам регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников предусмотрено материальное поощрение. Добавлю, что заключительный этап Олимпиады пройдет в марте-апреле 2020 года. В прошлом году в нем приняли участие семь человек. Они представили Ненецкий округ на всероссийском уровне. В таких дисциплинах, как английский язык, математика, литература, технология, экология, ОБЖ и физическая культура среди девушек. В Ненецком округе началась подготовка к крещенским купаниям. Традиционно купания пройдут на Качгартинской курье в Нарьинмаре в полночь с 18 на 19 января. Для установки и обслуживания крещенской купели, как и прежде, организуют муниципальное предприятие «Чистый город». Накануне, 17 января, на курье будет сооружена и орда непрорубь для забора воды. В настоящее время на реке проводятся замеры толщины льда. Обряд освящения воды состоится утром 19 января после окончания Божественной Литургии в храме. По его завершении будет организован крестный ход к месту купаний. В ночь с 18 на 19 января нести дежурство и следить за безопасностью будут представители экстренных служб и правоохранительных органов Ненецкого округа, сотрудники МЧС, медики, спасатели. В Ненецком округе началась перерегистрация получателей ежемесячных компенсационных выплат на детей. Это ежегодная процедура. Продлится она до 1 апреля 2020 года. Как пояснили в профильном департаменте, подтвердить право на получение компенсации необходимой жителям Заполярье, получающим так называемые детские, назначение которых зависит от размера среднедушевого дохода семьи. К числу таких выплат относится ежемесячное пособие на ребенка. Его минимальная величина составляет 1000 рублей, для одиноких матерей – 2000. Пособие получает семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в Ненецком округе в расчете на душу населения. Кроме того, до 1 апреля необходимо подтвердить право на получение ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю, воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено места в дошкольно-образовательной организации. Размер такой выплаты составляет 6000 рублей. Мира социальной поддержки распространяется на детей от 1,5 до 4 лет, которые воспитываются на дому и состоят на очереди в детский сад, а также на детей от 1,5 до 8 лет, если в населенном пункте по месту проживания ребенка нет дошкольной образовательной организации или невозможно посещать детский сад на основании медицинского заключения. На социальную поддержку из бюджета Ненецкого округа могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом не более однократной величины прожиточного минимума. Еще одно пособие – ежемесячная компенсационная социальная выплата многодетным семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Размер выплаты равен размеру прожиточного минимума, установленном в Ненецком округе для детей. Право на получение указанной выплаты распространяется на многодетные семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает одного прожиточного минимума. С заявлением на перерегистрацию жители Заполярья могут обращаться в отделение социальной защиты населения по адресу Наринмар, улица Собрыгина, 9-Б и в отделение МФЦ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова